В тренировке хоккеисток проходят на центральном стадионе. В довольно непривычной для игроков зимнего вида спорта обстановки девушки готовятся к будущим турнирам. Яркое солнце и жаркая погода им не мешает. Это база централизована для подготовки сборных команд. Здесь создано очень прекрасное условие. Нам здесь все удобно, комфортно. Ну что еще говорить, если нам предоставили такой газон, питание, спа-салон, где восстановительные мероприятия, медицинский центр, целый такой из комплекса всех услуг. Женская сборная России довольно молодая. Команда ей всего 13 лет. За этот довольно небольшой промежуток времени хоккеистки не достигли вершин мужской сборной России, но им тоже есть чем гордиться. Уже два раза они завоевывали серебро на чемпионатах мира. Останавливаться на достигнутом девушки не собираются и постоянно повышают уровень мастерства. Уровень пока не такой сильный, потому что мы только начали сезонную работу. Делаем, закладываем фундамент через спортивные игры, через эстафеты, через кроссы. Впереди хоккеисток национальной сборной ожидают серьезные матчи. Три товарищеских в Чехии и турнир четырех наций. А с 5 по 12 сентября российские хоккеистки проведут два товарищеских матча женской сборной Канады. Игры будут проходить на олимпийских объектах Сочи. Я считаю, что самое главное, чтобы было развитие, чтобы женский хоккей развивался, чтобы игроки становились сильнее, более техничными в катании и в технике. Самый главный турнир хоккеисток ожидает в феврале. Они примут участие в Олимпиаде 2014. Состав сборной на зимние игры в Сочи пока неизвестен. Стараются на сборах все девушки, но решающий выбор тренеров сделают ближе к зиме. Игорь Кирпа, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Спасибо. Спасибо.